КОЛОССА СВРИКОМЕ МЕЛЕНЕ КИРИЛЛ И с тобой новый выпуск артового словарика. Сегодня тебя, как и всегда, ждут три новых и абсолютно ненужных для общения слова. Поехали! КОЛОССА СТУДЕНТЫ Каждое из слов уже обитает в обиходе определенных групп людей. И это здорово, если ты знаешь одно, два, ну, или все. А вот знают ли их студенты? Вопрос, на который мы попытались ответить. КОЛОССА СТУДЕНТЫ Может, ученый какой-нибудь фамилию ученого? Злые духи, не знаю. Это какое-то некое существо, некие, как эльфы, да, орки. Это корги, да? Корги. Это самая популярная городская собачья порода 2013 года. Много лет назад о породе мало кто знал. Само название «Вельш Корги Пемброк» было трудно выговорить. Сейчас же спрос на них с каждым годом растет. Не без причин. Для содержания в городе сложно найти более подходящую породу. Некрупный размер, вес, непривередливы в содержании, не склонны к бродяжничеству и побегам, не требуют сложного ухода за шерстью. К тому же корги очень любят детей. Нужно только помнить, что это все-таки овчарка, пусть и в маленькой упаковке. Суфля. Нас так во дворе одного называли «суфля», а так тоже не знаю. Это как туфля, только и суфле. Как туфля. Обувь. Туфля. Сразу бы чего-то. Необразованный молодежь. Суфля. Суфля. Это еще один кулинарный гибрид. Смесь суфле и вафли. После моды на кроноты, о которых я рассказывал ранее, держатели ресторанов озадачились вопросом новых десертов. Так и появилась суфля. По виду обычный торт, но крайне миниатюрного размера. В России есть и аналог – птичье молоко. Но вот в Америке на суфлях зарабатывают большие деньги. Вслед за ними в меню появились и молочные шоты в печенюшечных рюмках, и смесь роллов и тако, и другие блюда для истинных гурманов. Только не забывайте, что сладкое – это углеводы. А до лета осталось совсем немного. Притейл. Я не знаю, что такое тейл, но это при, это что-то спереди. От ангельского, наверное, тейлс, как сказка-история. Может, что-то перед сказкой, предисловие, вступление. Это парень с Эйвер Мун. Притейл. Образована от английской приставки «пре» – «пред» и «ритейл» – «продажа». Притейл – это покупка еще не существующих товаров. Как правило, именно благодаря покупке идеи у авторов получается произвести конечный результат. Сейчас это настолько развито, что люди, обращающиеся на притейл-сайты, создают по своим окупившимся идеям книги, фильмы и даже линии дизайнерской одежды. А любой обыватель может заняться шоппингом еще не материализовавшихся идей. В последнее время на притейл-рынок приходят и крупные бренды с задумками, которые они не рискнули бы воплотить самостоятельно. Маленькими шажками мы добрались до финала. Надеюсь, что ты узнал сегодня что-нибудь интересное. И да, не забудь показать наш ролик друзьям. Он всегда есть на сайте universмотри.ru и в группе во ВКонтакте. А если у тебя у самого есть слово, о котором мы можем не знать, делись им под комментарием в этом видео на Ютьюбе. Тебя просвещал я, Зайсанов Кирилл, и на самом деле я не картавый. Просто так вышло, что мой язык этой буквы стесняется. Я Хара! Субтитры подогнал «Симон»